Друзья, сегодня мы с вами соберем довольно интересное устройство, которое позволит неплохо сэкономить на обслуживании авто. В общем, поехали! Нам понадобится какой-нибудь масляный фильтр. В идеале, чем он больше, тем лучше. Для начала необходимо просверлить по кругу отверстия в верхней части фильтра вот таким вот образом, примерно с диаметром 2-3 миллиметра. Главное делать это аккуратно и неглубоко, чтобы не повредить фильтрующий элемент. Также необходимо изготовить на него специальную крышечку, под которую подложим кусочек его коврика с отверстием 12 миллиметров и потом будем прижимать это все с помощью обычных кровяных саморезов. Помимо фильтра нам понадобится тормозная трубка, которую с одной стороны нужно немного развальцевать, а с другой наоборот завальцевать. И еще буквально в 3 сантиметрах от развальцованной части просверлим трехмиллиметровые отверстия. Далее необходимо еще просверлить сам фильтр снизу, причем таким сверлом, которое равно диаметру нашей трубки. Затем ставим ее на место развальцованной частью вовнутрь фильтра. Фиксируем ее примерно на середине его высоты. Ну а вторую часть подгибаем и зажимаем хомутом. Ну и после того, как мы закончили данную самоделку, необходимо взять строительную тачку и привезти на ней немного чистого песка со специального секретного места. Причем не просто привезти, его еще нужно будет как следует высушить и просеять через очень мелкое сито. После насыпаем его в центральную часть фильтра так, чтобы только-только закрылась трубка. В итоге мы получили прибор, с помощью которого можно качественно очищать свечи зажигания, после чего они будут работать опять как новые. При этом во время чистки нет никакой пыли, так как воздух выходит через фильтрующий элемент, а весь песок остается внутри. Сначала я не очень верил в подобный метод, но потом увидел, как сосед чистит свечи с заводским таким прибором и говорит, что уже много лет вообще не покупает свечи. Ну а сосед у меня с опытом и знает, что говорит. Так вот, чуть позже мы проверим это. Возможно, кто-то скажет, что свечи все равно необходимо менять. Например, по той причине, что по ним начинают проходить газы, что хорошо видно в начале изолятора. Однако это все сказки венского леса и байки из автосервисов. На самом деле данный налет называется коронарный, то есть от высокого напряжения происходит налипание частичек масла и пыли. Если аккуратно и разрезать такую свечу, то четко видно, что никакого пробоя тут нет и быть не может. Также, помимо коронарного налета и шлама, у свечей бывает другая, более серьезная проблемка. А точнее, они просто отламываются из-за перетяжки или нагара. Так что совет, затяжка свечей делается только кистью, вот таким вот образом, без какого-либо рычага. Ну а чтобы они не прикипали, наносите на резьбу керамическую смазку. Она полностью нейтральна к металлам и очень хорошо разделяет даже под воздействием высоких температур. К тому же, в зависимости от задач, есть разные исполнения данной смазки. Например, в виде карандаша для локального нанесения. Также она бывает в тюбике, чтобы наносить ее в больших количествах, например, в такие редко откручиваемые соединения, как рулевые наконечники и развальные болты. Плюс ее в том, что она препятствует электрохимической коррозии. Соответственно, данные соединения практически не закисают. Также есть баллончики с такой смазкой. Они больше подходят уже для больших поверхностей. Например, для прилегающей части колесных дисков, чтобы они не прилипали к ступице. Ведь это именно разделительная смазка, которая препятствует прикипанию деталей под воздействием коррозии и высоких температур. Эту же смазку можно применять для выхлопной системы, или, например, для тормозных дисков и барабанов. Ведь, думаю, все знают, насколько трудно они иногда извлекаются. Сюда же относятся шлицевые соединения. Их тоже лучше обработать перед установкой. Название у нее, конечно, забавное. Керамический Валера. Ну, в тот же момент легко запомнить. Почему именно Валера, думаю, все знают. Если нет, то идите на канал ВМПАвто. Там об этом уже говорили. Если что, все ссылки оставлю в описании. А сейчас давайте с помощью специального тестера свечей проверим, дает ли какие-то улучшения наш пескоструйный аппарат. Для этого возьмем несколько, скажем так, хорошо бушных свечей разных брендов и каждую протестируем. После запишем все полученные значения. Как, думаю, всем известно, испытания свечей необходимо проводить под давлением. Так как, чем больше плотность воздуха, тем сложнее пробить искру между электродами. Соответственно, электричество находит слабое место и пробивает не там, где надо. В общем, чем искра постояннее на высоком давлении, тем лучше. Итак, мы проверили все свечи, записали данные и сейчас как следует их почистим. Посмотрите, они начали выглядеть как новые. Надеюсь, и приборные значения тут вырастут. Вы не поверите, но и на самом деле, первый вариант свечи после чистки показался значительно лучше. Да и сама искра, как видите, перестала прыгать в разные стороны. Бьет всегда четко в одном месте. Это очень даже радует. Давайте пробовать остальные. И как показала практика, на всех очищенных свечах показатели улучшились. Отсюда следует вывод, что устройство работает и с его помощью можно забыть о замене свечей на неопределенный срок. Что в наше время как раз таки кстати, поскольку очищение происходит даже внутри и вообще со всех сторон. Я считаю, что на исправном двигателе свечи практически не имеют износа. Единственное, что их нужно вот так вот периодически чистить от нагара. Ну и конечно же, корректировать зазор. Потому что он увеличивается от того, что металл все равно подгорает. В общем, такая у нас сегодня получилась довольно необычная и полезная самоделка. Если вам нравятся подобные темы, то обязательно ставьте палец вверх. И не забывайте, что я вам сегодня рассказал про керамического Valero. Ведь это реально инновационный продукт. А если кто-то интересуется моторными маслами, то компания WMP Auto на данный момент ведет разработку современного пакета присадок с допуском SN. В дальнейшем на базе этого пакета будет создано еще и моторное масло. На данный момент как раз таки идет этап тестирования. Поэтому участвуйте в разработке и следите за процессом в портовике WMP Auto на Drive 2. Ну а у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и пока.